Во имя Отца и Сына И Святого Духа. Аминь. Воспоминания чуда Святого Архистратига Михаила в Хонях В афрегийском городе Колоссах Близ города Иераполя Над источником чудотворной воды Стоял храм Святого Архистратига Михаила. От воды сего источника Больные получали много исцелений, Даже больше, чем в купальне Силаамской. В ту купальню только однажды в год Сходил ангел Господень и возмущал воду. Здесь же всегда пребывала Благодать чиноначальника ангелов. Там бывал здоров только тот, Кто первый входил в купальню По возмущении воды. А здесь все приходившие с верою Первые и последние становились здоровыми. Там были необходимы притворы Для пребывания больных, По долгу ожидавших исцеления, Так как иные Едва только через 38 лет Получали здравие. Здесь же в один день или в один час Больной становился здоровым. О происхождении сего источника Повествует так. Когда вся вселенная была помрачена Тьмою языческого многобожия И люди поклонялись твари, А не творцу. В то время в Иераполе Язычники почитали громадную И страшную ехидну. И вся страна, Ослепленная бесовским прелещением, Поклонялась ей. Нечестивые построили в честь Этой ехидны храм, Где и содержали ее. И принося ей, Многие и различные жертвы Кормили эту ядовитую И вредившую многим ехидну. Единый истинный Бог, Желая просветить мир Светом своего познания И наставить заблудших людей На истинный путь, Послал во все земли Святых своих учеников и апостолов Проповедовать Евангелие Всем людям. Двое из апостолов, Святой Иоанн Богослов И Святой Филипп, Придя один в Эфес, А другой в Ераполь, Трудились там В благовествовании Христовом. В это время в Эфесе Находился чудный храм И идол известной Языческой богини Артемиды. Вооружившись духовным мечом Словом Божиим На служителей и поклонников Сей богини, Святой Иоанн Богослов Победил их. Силой имени Христова Он разрушил храм И превратил в прах идола И через сие Привел весь город Ко святой вере. После разрешения Идола Артемиды Святой Иоанн Богослов Пошел из Ефеса В Ераполь На помощь К сотруднику своему Святому апостолу Филиппу. Там же находились В то время Святой апостол Варфоломей И сестра Филиппа Мариамия. Вместе с ними Святой Иоанн Богослов И послужил Делу спасения людей. Сначала они вооружились Против Ехидны Кои безумные люди Приносили жертву Почитая сию тварь За Бога. Своими молитвами Они убили эту Ехидну А поклоняющихся ей Обратили к единому Истинному Богу Сотворившему небо И землю. Ставши на некотором месте Называемым Хиротопа Они пророчествовали Что на нем Восияет благодать Божия Что сие место Будет посещать Воевода небесных сил Святой Архистратик Михаил И что здесь Будут совершаться чудеса. Все сие Вскоре И сбылось. Когда Святой Иоанн Богослов Отправился На проповедь Евангелия В другие города А святой апостол Филипп Пострадал От нечестивых Варфоломей же И Мариамия Также Разошлись В другие страны. Тогда На том месте По пророчеству Святого апостола Появилась Чудотворная вода. Так исполнились Слова Писания. Пробьются Воды В пустыне И в степи Потоки И превратится Призрак Вод В озеро И жаждущая Земля В источник Вод В жилище Шакалов Где они Покоятся Будут место Для тростника И камыша И будет Там большая Дорога И путь По ней Назовется Путем Святых К всему Источнику Стали приходить Не только верующие Но и неверующие Ибо Совершавшиеся Там чудеса Как громогласная Труба Призывали Сюда всех И все Пившие И умывавшиеся Из всего Источника Исцелялись От своих Недугов И многие Получив Здравие Крестились Во имя Святой Троицы В это время В Ладоакии Жил Один Эллин У которого Единственная Дочь Была Нема От рождения Отец Ее Очень Скорбел Осем И прилагал Много Стараний К исцелению Ее Немоты Но Ничего Не достигнув В этом Пришел В глубокое Уныние В одну Ночь Уснув На своей Постели Он Узрел В видении Ангела Божия Сияющего Как Солнце Сие Видение Было Ему Не потому Что Он Был Того Достоин Но Чтобы Через То Он Пришел К Познанию Истины И Привел Бы С Собою И Других Богу Увидев Ангела Он Испугался Но В то же Время Услыхал От Него Такие Слова Если Хочешь Чтобы Разрешился Язык У Твоей Дочери То Приведи Ее К Моему Источнику Находившемуся В Херотопе Близ Иераполя Напои Ее Водой Из Сего Источника И Тогда Увидишь Славу Божию Проснувшись Человек Сей Удивлялся Виденому И Поверив Сказанным Ему Словам То Час Ж Взял Дочь И Поспешил К Чудотворной Воде Там Он Нашел Множество Людей Черпающих Сию Воду Крещающихся В ней И Получающих Исцеление От Своих Болезней Он Спросил Их Кого Призываете Вы Омываясь Этой Водой Те Ответили Мы Призываем Имя Отца И Сына И Святого Духа Призываем В помощь И Святого Архистратига Михаила Тогда Человек Тот Возведя Очи Свои К небу И Возвед Руки Сказал Отче И Сыне И Святой Душе Боже Христианский Помилуй Нас Святой Михаиле Слуга Божий Помоги И И Исцели Дочь Мою Присем Он Почерпнул Воды Из Источника И Влил Ее С В Уста Дочери Тот Час же Связанный Немотой Язык Ее Разрешился На Словословие Божие И Она Ясно Проговорила Боже Христианский Помилуй Меня Святой Михаиле Помоги Мне Все Бывшие Там Удивляли Силе Божией И Прославляя Святую Троицу Величали Помощь Святого Архистратига Михаила Эллен же Тот Видя Что Дочь Его Исцелилась Чрезвычайно Обрадовался И Немедля Крестился Вместе Со Своей Дочерью И Всеми Домашними Своими Пришедшими С ним В знак Своей Благодарности Он Построил Над Чудотворным Источником Прекрасную Церковь Во имя Святого Архистратига Михаила Воеводы Небесных Сил С великим Благолепием Украсив Сию Церковь И Немало Помолившись В ней Эллен Тот Возвратился К себе Домой В 90-й Год От построения Сей Церкви Пришел Туда Из Иераполя Десятилетний Отрок По имени Архип Родители Его были Ревностными Христианами И воспитывали Сынов Благочестии Архип Стал жить При церкви Святого Архистратига Михаила Исполняя При ней Пономарскую Службу Отрок Сей Начал Руководствоваться В своей Жизни Таким Правилом С того Времени Как он Поселился При той Церкви Служа Богу Он Ничего Не Вкушал Из Мирских Кушаний И Питья Ни Мяса Ни Вина Даже Хлеба Он Не ел Но Питался Одной Пустынной Зеленью Которую Сам Собирал И Варил Пищу Принимал Он Один Раз В Неделю И То Без Соли Питьем Для него Служило Лишь Незначительное Количество Воды Через Такое Воздержание Сей Отрок Умертвил Свою Плоть И В Таких Добродетелях Неизменно Пребывал От Юности До Самой Старости Всею Душою Приобщаясь Богу И Уподобляясь Житию Бесплотных Одежда Его Была Очень Бедна Он Имел Только Два Вретища Из Которых Одно Носил На Теле А Другим Покрывал Свою Постель Устланную Острыми Камнями Он Покрывал Его Вретищем Для Того Чтобы Входившие В Его Жилище Не Видали Что Он Спит На Острых Камнях Изголовьем Жи Для Него Служил Небольшой Мешок Наполненный Тернием Такова Была Постель Сего Блаженного Подвижника Сон Жи И Отдых Его Состоял В Следующем Когда Он Чувствовал Потребность Во сне То Ложился На Камнях И Остром Тернии Так Что Это Было Скорее Бодрствование Чем Сон И Отдых Его Был Более Мучением Чем Покоем Ибо Какой Отдых Для Тела Лежать На Твердых Камнях И Что За Сон Когда Голова Почивает На Остром Терновнике Каждый Год Архип Переменял Свою Одежду Тем Вретищем Которое Носил На Теле Он Покрывал Свою Постель А Которое Было На Постели Он Надевал На Себя По Прошествии Года Он Опять Вражьих Проходя Столь Тесный И Прискорбный Путь Жизни Блаженный Архип Взывая К Богу Молился Не Попусти Мне Господи Порадоваться На Земле Суетной Радостью Да Не Увидят Глаза Мои Никаких Благ Мира Сего И Пусть Не Будет Для Меня Никакой Отрады Всей Временной Жизни Исполни Господи Очи Мои Слез Духовных Дай Сокрушение В сердце Моем И Благоустрой Пути Мои Дабы Мне До Конца Дней Моих Умерщвлять Плоть Мою И Поработить Ее Духу Какую Пользу Принесет Мне Сия Бренная Плоть Моя Созданная Из Земли Она Как Цветок Утром Расцветает Вечером Ж Засыхает Но Дай Мне Господи Усердно Трудиться Над тем Архип стал Уподобляться Ангелу Божию Проводящему Небесное Житие На земле И Не о своем Только Спасении Заботился Святой Но И о спасении Других Ибо Многих Неверных Обратил Он Ко Христу И крестил Их Нечестивые Эллины Видя Все это Завидовали Блаженному Архипу И Не терпя Преславных Чудес Являемых От Святого Источника Возненавидели Жившего Там Сего Праведного Мужа Часто Они Нападали На Святого Архипа Терзали Его За Волосы И За Бороду И Повалив На Землю Топтали Ногами И После Различных Истязаний Выгоняли Оттуда Но Будучи Тверд Духом Подобно Адаманту Блаженный Архип Все сие Мужественно Претерпевал От Идолопоклонников И Не Отступал От Святого Однажды Нечестивые Эллины Собравшись Во множестве Говорили Между Собой Если Мы Не Засыплем Землею Сей Источник И Не Убьем Того Человека Одетого В Рубище То Все Боги Наши Будут Совершенно Унижены Из-за Исцеляющихся Там Вслед Затем Они Пошли Чтобы Засыпать Землею Чудотворную Воду И Убить Неповинного Человека Блаженного Архипа Подойдя К святому Месту С двух Сторон Одни Из них Устремились К церкви И к Источнику А другие Поспешили К жилищу Блаженного Архипа Чтобы Убить Его Но Господь Пекущийся О судьбе Праведных И не Дающих Их В руки Грешников Сохранил Своего Раба От тех Убийц Внезапно У них Омертвели Руки Так что Они Не могли Ими Приблизились К источнику Тот Час Вышел Из воды Огненный Пламень И Устремившись На беззаконных Отогнал Их Далеко От источника Таким Образом Беззаконники Сии Бежали Со стыдом От источника И от Преподобного Архипа Не причинив Ему Никакого Зла Однако Они Не вразумились Сим чудом Скрежища Зубами Они Не переставали Хвалиться Что Погубят Тот Источник И церковь И служителя Церковного На том месте Была река По имени Хрисос Протекавшая По левую Сторону Церкви Беззаконники Задумали Пустить ее На святое Место Чтобы Святой Источник Смешавшись С речной Водой Потерял Свою Чудотворную Силу Но Когда Они Начали Приводить В исполнение Злой Умысел Свой И направили Течение Реки К источнику Чтобы Она Затопила Его Тогда Река По повелению Божию Дала Своим Струям Иное Течение И потекла По правую Сторону Церкви И опять Нечестивые Со стыдом Возвратились Домой Были там Еще Две Другие Реки Протекавшие С востока И приближавшиеся К тому Святому Месту На расстоянии Трех Стадий Ими Одной Реки Ликокопер А другой Куфос Обе Эти реки Встретившись У подошвы Большой Горы Соединились Вместе И направляясь В правую Сторону Протекали В Ликийскую Страну Вселукавый Дьявол Внушил Нечестивым Людям Злой Умысел Он Научил Их Пустить В воды Обеих Рек На чудотворное Место Вследствие Чего Должен Был Разрушиться Храм Святого Архистратига Михаила А вода Должна Была Залить Святой Для направления Туда Воды Ибо Реки Выходили С вершины Горы А церковь Была В самом Низу Сговорившись Нечестивые Пришли В великом Множестве Изо всех Городов В селение Ладокию И отправились К церкви Близ Церковного Алтаря Находился Огромный Камень От Сего Камня Они Начали Копать Глубокий И широкий Ров Вплоть До той Горы Под которой Реки Соединялись Вместе Затем Они Прокопали С великим Трудом Ров По которому Вода Могла Быть Спущена На Церковь И запрудили Те реки Чтобы Накопилось Больше Воды Десять Дней Трудились Нечестивые В этом Суетном Деле Видя Сие Дело Нечестивых Преподобный Архип Пал В церкви На землю И со Слезами Молился Богу Призывая В помощь Скорого Предстателя И не дал Порадоваться Врагам Старающимся Погубить Святыню Господню Не отойду От всего Места Говорил Блаженный Архип Не уйду Из церкви Но даже И умру Здесь Если Господь Попустит Потопить Сие Святое Место По прошествии Десяти дней Когда вода Сильно Поднялась Нечестивые Закопали То место По которому Вода Должна была Устремиться По приготовленному Для нее Пути И пустили Реки На святой Храм В первом Часу Ночи Сами же Отошли Оттуда И стали На высоком Месте С левой Стороны Желая Видеть Потопление Святого Места Тогда Вода Устремившись Вниз Зашумела Как гром Преподобный Архип Находясь В церкви На молитве Услыхал Шум От воды И еще Усерднее Стал Молиться Богу И святому Архистратигу Михаилу Чтобы не было Потоплено Сие Святое Место И не Возвеселились Но посрамились Нечестивые Враги Ими же Господне Да прославится И да Возвеличится Ангельская Сила И заступничество И воспел Он Псалом Давидов Возвышают Реки Господи Возвышают Реки Голос Свой Возвышают Реки Волны Свои Но паче Шума Вот Многих Сильных Волн Морских Силен Вышних Господь Откровения Твои Несомненно Верны Дому Твоему Господи Принадлежит Святость На долгие Дни Когда Воспевал Сие Блаженный Архип То Услышал Голос Повелевающий Ему Выйти Из Церкви Выйдя Из Церкви Он Увидел Великого Предстателя И хранителя Рода Христианского Святого Архистратига Михаила В образе Прекрасного И пресветлого Мужа Как некогда Он явился Пророку Даниилу Блаженный Архип Не будучи В состоянии Смотреть на него От страха Упал на землю Ангел Же Сказал ему Не бойся Встань Пойди Ко мне Сюда И увидишь Силу Божию На сих Водах Блаженный Архип Встал И подойдя Со страхом К воеводе Сил небесных Остановился По повелению Его на левой стороне Присем Он увидал Огненный Столб Поднимавшийся От земли До неба Когда же Вода Подошла Близко Архистротик Поднял Правую руку И изобразив Крестное Знамение На поверхности Воды Сказал Остановитесь Там И тотчас же Воды Обратились Назад Так Исполнились Слова Пророческие Видели тебя Воды И убоялись Реки Стали Как каменная Стена И поднялись В вышину Подобно Высокой горе Вслед за Сим Архистротик Повернувшись К храму Ударил Жезлов В огромный Камень Находившийся Около Алтаря И начертал На нем Крестное Знамение В тотчас Послышался Великий Гром Земля Затряслась И камень Разделился Надвое Образовав В себе Громадное Ущелье Присем Архангел Михаил Произнес Следующие Слова Враги Великая Чудо Названо Хони То есть Погружение Потому что Там Воды Погрузились В камень Погружение